Продолжение следует... С весьма критических позиций выступил бизнесмен и общественный деятель в артке Сарцруни. Он уже много лет привлекает внимание к фактическому бездействию политиков и общественности в отношении прорыва блокады Армении. Она, на мой взгляд, просто неприемлема, она ужасна. 30 лет в блокаде... Я не представляю себе, чтобы государство могло находиться 30 лет в блокаде. Просто не представляю. Самое неприятное то, что, по-моему, всех это устраивает, все молчат. Россия молчит, Армения молчит. Армяне – народ трудолюбивый и предприимчивый. Мужчина всегда заботится о достатке семьи, напомнил Арцруни. Вот и идет голосование ногами. Люди массово уезжают из страны в поисках заработка и лучшей доли. Отсутствие общей границы с Россией можно компенсировать транзитом через Грузию и Абхазию железнодорожным путем. Абхазская сторона в принципе не против, хотя у нее есть определенные опасения. Мы боимся этой дороги. В грузинской прессе сандирование такого варианта вызвало откровенное неприятие. Есть и другие варианты железнодорожного соединения Армении с Россией. Например, через осетинские территории. Об этом говорил Дмитрий Медоев, посол Южной Осетии в России в недавнем прошлом. Существует четыре варианта строительства железной дороги через Главный Кавказский хребет. И среди них самый удобный, самый короткий – это через Осетию. Северная Осетия, Южная. И там дальше уже есть ветка, которая соединяется с Закавказской железной дорогой. И это в общем контексте всей региональной политики, коммуникационной политики. Я думаю, это крайне интересно не только России, не только Армении, но и всем странам региона. Но и тут без доброй воли и трезвого понимания своей же выгоды со стороны Грузии вряд ли что-либо получится. Ситуацию в обобщенной форме представил Артур Танаян, координатор движения «Север-Юг». Ось «Север-Юг» в регионе – это Россия, Армения, Иран. С ней пересекается другая ось – Запад, Восток. То есть Турция, Грузия, Азербайджан. Гарантия установления прочного мира – это региональная экономическая интеграция без благод и ограничений. В связи с этим очень надеюсь, что в обозримом будущем две на сегодняшний день конкурирующие оси на Южном Кавказе – Север-Юг и Запад-Восток – будут только дополнять друг друга во благо всему региону. Несомненный козырь Армении – интеллектуальный потенциал, квалификация кадров. На этом сделал акцент в своем выступлении советник президента России Сергей Глазьев. Он постарался приоткрыть некоторые привлекательные перспективы. Я бы хотел призвать подумать на тему перспектив развития финансового центра в Армении. Во-первых, в отношении Армении нет финансового эмбарго, и не будет, я уверен. Во-вторых, в Армении колоссальные международные связи, которые позволяют привлекать капитал. Правда, участники конференции посчитали, что до превращения Армении в новую Швейцарию пока далековато. Да и финансовое пространство в рамках ЕАЭС еще до конца не обустроено. И многие эксперты не рекомендуют разрабатывать единую валюту, исходя из очень противоречивого опыта евро. Зато активная подготовка IT-специалистов, как сообщила из Еревана доцент Госуниверситета Ашот Карапетян, уже активно идет. И именно таких, которые будут прекрасно ориентироваться в экономических отношениях внутри ЕАЭС. Экономист Аза Мегранян высказалась по принципу «нет худо без добра». Уникальная специфическая экономика, которая функционирует в условиях закрытых коммуникационно-логистических систем. И это, казалось бы, одна из наиболее главных негативных составляющих, влияющих на экономическое состояние Армении, является тем не менее фактором роста армянской экономики. Я поясню свою парадоксальную идею. Она заключается в том, что невозможность открытого доступа за счет закрытости транспортно-логистических систем вынуждают или даже принуждают армянскую экономику развиваться по интенсивной модели. Понятно, что все выступающие прекрасно знают тревожную обстановку в регионе. И тем не менее в массе своей они давали прогнозы на развитие событий с осторожным оптимизмом. Однако военные эксперты всегда за то, чтобы порох держать сухим. Владимир Евсеев внес тревожную ноту. Он говорил о военной угрозе, которая может заморозить все мирные начинания Армении и ее партнеров. Апрельская война в Карабахе заставила пересмотреть многие устоявшиеся мнения. Выяснилось, что Армения не столько хорошо защищена, как это многим казалось. В течение долгих лет я всегда говорил о том, что невозможно силовой возврат Нагорного Карабаха. Я это постоянно говорил азербайджанской стороне. О том, что нет ключевого перевеса сил. Если бы не героизм армянских солдат-срочников, то последствия четырехдневной войны могли быть другие совершенно. По мнению Евсеева, доля ответственности за ситуацию лежит на России. Не совсем уместно ставить на одну доску интересы партнера Азербайджана и ближайшего стратегического союзника Армении. Выяснилось, что имеется очень значительное превосходство в некоторых системах, которые, к сожалению, поставила Российская Федерация. Я считаю, что это было неправильно, что мы должны были очень тщательно подходить к подбору тех вооружений, которые поставляем Азербайджану. В частности, я считаю, что Россия не должна была поставлять Азербайджану тяжелые реактивные системы залпового огня типа «Смерч». Россия не должна была поставлять тяжелые огнеметные системы типа «Солнцепек». Потому что эти системы, они во многом, они, системы, в принципе, могли быть использованы для уничтожения мирного населения. Создание объединенной восковой группировки и поставка Еревану ракетных комплексов «Искандер» должны, по оценке Евсеева, оказать серьезное и сдерживающее воздействие не только на Азербайджан, но еще и на Турцию, которая в отношениях с Арменией сделала себя заложницей Карабахского конфликта. С Турцией ни у кого из стран СНГ нет открытых конфликтов. Она даже просится в ШОС. Однако в ее идеологии, в том числе в учебниках, которые распространяются на евразийском пространстве, излагается очень специфический взгляд, например, на мировую историю. Какая-то византия. Вот Османская империя, да, византия. Армения, то что у них никогда государственности не было? Анкара, по мнению специалиста-терколога, оказывает влияние и на расстановку сил внутри АЭС. Когда Армения собиралась вступать в Евразийск, вы помните этот момент, первый, кто поставил вопрос о том, а в каком составе она должна вступить, конечно, был Назарбаев. И вступили в таком составе, что Нагорный Карабах там никак не присутствует. Но на основании того, что между двумя, так сказать, частями армянского народа есть таможенная граница. Первое. Второе. Во всех договорах того же Казахстана с Азербайджаном экономических присутствует этот момент в обязательном порядке. И Казахстан обязуется не получать, не принимать товаров из Нагорного Карабаха, хотя у нас общее торговое пространство. Организаторы конференции отметили, что сумма фактов и оценок, высказанных участниками, весьма обширна. Важно, чтобы она не прошла мимо внимания властных структур. Продолжение следует...